Здравствуйте, дорогие зрители Баланс ТВ! В студии Ольга Матавилова и эта передача «Жизнь под соусом» – кулинарный блок о том, как превратить обычную трапезу в источник сил, энергии и радости. Сегодняшний наш гость – это грецкий орех. Причем гость этот родом вовсе не из Греции, как многие считают. На самом деле родиной грецкого ореха считается Средняя Азия. В Россию же он попал из Византии, поэтому и получил такое название. Грецкий орех имеет необычайно неповторимый, маслянистый, чуть горьковатый вкус. Он очень вкусный как в чистом виде, так и в составе многих блюд. Причем добавляют его не только в выпечку и салаты, но также и во вторые блюда. Например, он часто входит в состав вегетарианских голубцов и цевтелей. Если вы хотите усилить аромат грецкого ореха, то просто обжарьте его в течение 15 минут на слабом огне. Если же вы наоборот хотите его смягчить, тогда необходимо замочить грецкий орех на несколько часов в чистой воде. Причем и в том, и в другом случае вы раскроете максимально пользу, заложенную в этих замечательных орешках. А пользы в них очень и очень много. Например, в древнем Вавилоне употреблять грецкие орехи могли только жрецы и их ближайшее окружение. А простым смертным было запрещено их кушать. Почему? Да потому что грецкий орех считается пищей для мозга. Считается, что очень полезен он для умственного развития. А в древнем Вавилоне считалось, что простолюдинам это ни к чему быть слишком умными. Плоды грецкого ореха способны снимать сильное нервное напряжение. Для этого необходимо по совету восточных лекарей съедать по нескольку ядрышек орешка в день. Также употребление грецкого ореха способствует нормализации желудочной секреции. Причем независимо от того, повышенная она или пониженная. Употребляя грецкие орехи, можно предотвратить атеросклероз. Кроме того, грецкие орехи очень полезны при железодефицитной анемии. Ведь они содержат большое количество железа, меди, кобальта и цинка. Грецкие орехи можно смело рекомендовать употреблять людям, которые страдают сахарным диабетом. Ведь орешки содержат в своем составе марганец и цинк, которые обладают сахароснижающим действием. Кроме того, в них мало углеводов и много полезных веществ, которые препятствуют ожирению печени. Обратите внимание, что в день достаточно съедать всего 5-7 орешков. Этого вполне хватит для того, чтобы обеспечить организм необходимым количеством питательных веществ и микроэлементов. Ведь по питательности 100 грамм грецкого ореха можно сравнить с одним литром цельного коровьего молока. Кушать грецкие орешки лучше всего с 7 утра и до 8 вечера. Поэтому замечательно можно добавлять их как в завтраки, так и в обеды и ужины. Либо побаловать себя вкусным перекусом в течение дня. Стоит знать, что максимальная польза от употребления грецких орехов будет получена только при тщательном их пережевывании. Потому что только из полностью растертого ядра грецкого ореха организм может получить все питательные вещества. Покупать грецкие орехи лучше всего, конечно, в скорлупе. Так они дольше сохраняют свои полезные свойства. Причем хорошие грецкие орехи имеют слегка вытянутую форму и тонкую скорлупу. Также вы можете встретить круглые грецкие орешки с более толстой скорлупой. Если же вы все-таки покупаете очищенные грецкие орехи, выбирайте те, которые выглядят хорошо, не имеют на себе темных или желтых пятнышек. Если у вас есть возможность попробовать орешек, пожалуйста, сделайте это. Он не должен иметь горького или кислого привкуса. Если же все-таки эти признаки присутствуют в цвете и во вкусе, ни в коем случае не приобретайте такие орехи. Ведь пользы вашему организму они не принесут, а вот вред вполне возможно. Хранить грецкие орехи нужно в плотно закрытой упаковке в темном, прохладном, сухом месте. Из грецкого ореха добывают очень ценное и очень вкусное масло. Оно имеет янтарный оттенок и насыщенный ореховый аромат. Оно используется в кулинарии в различных вариантах. Его можно добавлять в сладкую выпечку, в салаты. Также очень полезно использовать это масло в пищу вегетарианца, ведь оно имеет в своем составе очень ценные жирные кислоты. Если мы используем масло грецкого ореха в приготовлении каких-то соусов, рекомендуется использовать его в холодном виде, потому что при нагревании оно может чуть-чуть горчить. Кстати, если смешать ложку масла грецкого ореха со специями, то получится отличный соус к макаронам. Вот такое быстрое, простое и очень вкусное блюдо. Масло грецкого ореха тонизирует, оживляет и способствует омоложению организма, а в косметологии оно очень ценится в уходе за увядающей и дряблой кожей. Интересные факты. Белок грецкого ореха равноценен белку молока и мяса, но при этом усваивается гораздо легче благодаря содержанию лизина. Кроме того, он не вызывает отложения солей в суставах. Согласитесь, это очень приятный факт. Одно взрослое ореховое дерево может приносить в год до 300 килограммов спелых сочных орехов. На Кавказе дерево грецкого ореха приравнивается к священным. Там можно встретить деревья возрастом более 4 веков. Дорогие зрители, а я напоминаю, что лучший источник счастья и здоровья – это чувство благодарности за все происходящее в этом мире. Это была передача «Жизнь под соусом». С вами была Ольга Мадавилова. Следите за вкусными новостями на нашем сайте балансдефизтв.ру, а также на нашем канале YouTube и страничках в социальных сетях. До новых встреч и всего вам самого хорошего. До свидания. Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют. Уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе в поисках бессмертия. Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поисках бессмертия.ру